Ну вот и подошла к концу серия уроков по созданию графиков в языке R. И я вам предлагаю создать несколько самостоятельных работ на по изучному материалу. И, как видите на экране, я предлагаю вам создать круговую диаграмму с пятью делениями. Это как первое самое простое задание. Далее создать более сложное задание. Это линейный график, используя функцию синуса. Именно каким образом представить. То есть все представляют, как выглядит синус. И вам необходимо построить график синуса, по сути, используя plot и lines. Создайте описание графика вверху справа. Мы делали вверху слева. Вы попробуйте вверху справа создать описание графика, включая туда кривые и сам график. Создайте линейный график, визуально схожий с гистограммой. Здесь вы, я думаю, не затруднитесь это сделать, поскольку это был один из самых первых уроков. Поэтому очень внимательно пересмотрите его. Там будет очень волшебная таблица. Создайте график с 36 барами, расположенными по горизонтали и имеющими разный цвет. Здесь, соответственно, основа идет именно на цвет, чтобы был разный. Все мы помним функцию rainbow. Это вам такая подсказочка небольшая. И создайте точечный график, используя нормальное распределение, dnorm. Имеется в виду, не чтобы график был на основе него, ну как бы, не чтобы на нем была линия какая-то, а значения были нормального распределения. Посмотрите в интернете, что это такое. Функцию dnorm я рассказал, функцию, точнее формулу этой функции тоже привел. Поэтому пересмотрите урок с гистограммой. Там про dnorm было. И попробуйте ставить собственный точечный график. На этом мы с вами прощаемся. Возможно, скоро будут новые уроки по языку R. И всем до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова